Всем привет! Мы в самолете, мы подлетаем И снова Каир, ждем нас Хочется спать, на самом деле, да Весь день, сутки уже рождение Да, первую часть про Стампулы уже посмотрели А это то самое продолжение Ну а дальше по классике Поедем, покажем где живем И все, что интересное будет, попытаемся вам показать Ну, посмотрим, как это было Точнее, мы посмотрим, как будет, а вы посмотрите, как это было А я теперь могу вздевать и никто не может Да, ну и маски, вот маски реально забадывают Дышать вообще невозможно Да Очень Так что имейте в виду Отдых так себе получается в этих масках Скажи мне, Саша Они, главное, берут еще, блядь Да Да Запекаешь моему дюки Походи за тобой Что? Я его не слушаю Куда ты за ним идешь? Туда, там выход Пойдем Тут не выход, там выход За ним не ходи А тут жарко А тут жарко А? Где? Окей 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 Забери кунки Окей Оттуда они все без масок? Уже можно ходить без маски? Да Они все без маски Да Но я не пойму Как у него спросить? Или он не видит? Да А то потому что я уже сдохну в этой маске Да Это уже просто невыносимо, реально Да Фу, блин Без маски прям Без маски даже здесь прям лучше, да? Да, Ир Я уже знаю запах Знакомый запах Я по-прежнему Были тут в ноябре в прошлом году Я по-прежнему жду обманут они нас или нет С чем? For free А, думаешь денег попросят? Ну да Да Ну слушай, они сами написали на букинге А букинг таких вопросов Так Ну давай это Ничего мы будем ехать Надо спросить Маски надо здесь носить? Да я никого не вижу в маске Может это только в Стамбуле дикий край? Или наоборот в своих золонах? Ну Может тут нет этого ничего Боже какой ты заботливый на боже А что-то мне тут ни хрена не жарко На самом деле да А я всю летнюю одежду набрала Ну что влезет он или нет? Влезет он Влезет он Ну если честно второй раз уже не так пугает Машины все в песке по-прежнему А, да Вот этот песок по всюду Это правда Помнишь? Я просто увидела и поняла Что я опять как обычно взяла бархатные кроссовки О, у нас еще приличная машина Ты посмотри Да? 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 Да Да Ну что это целый час Что? Наверное не справка будет с ними видеть Почему час? Потому что сейчас уже 9 Ааа Ну блин ты же долго видишь как уходить В общем час у нас заняло выход из самолета в город Потому что на входе контроль врачи требуют справки Справки на PCR тест на коронавирус Дату проверяют Обязательно проверяют дату Справка обязательно должна быть на английском языке Ну это мой день Надо спокойно расскажем Просто здесь он будет рассказывать Да Наслуждаемся поездкой Мешай Мешай Салам Альмур Маттан душ В щение Тиис �** Смотри, да, это же вот эта знаменитая площадь с музеем. Ну, прямо очищая от того, которого мы любили, конечно, нет, нет, хотя она даже копчилась, что ковырка теряется в 10 лет. Почему, Филочкинки? Не красиво. Здесь еще открыли. Итак, у нас мы приехали в отель, другой отель, называется он у нас Нил Меридиан Гарден. Не знаю, посмотрим. А, да, тут надо заполнить манкетом. Какой этаж? Четвертый. Четвертый? Тут будет такой метрошничок. Ну, и там будет этот балкон. Ну, в принципе, да. Почему-то у него все такое типичное, да? Да. Особенно двери. И так, друзья, это наш отель. В этом пребывании называется он Нил Меридиан Гарден Сити отель, что-то там еще. Ну, по факту, конечно, отели очень странно выглядят здесь. Они как будто... Нет, вот этот отель посвежее, чем тот, в котором мы жили в прошлый раз. Я даже Хорн, Хорн, не помню, как называется, забыл. Посмотрите наше предыдущее видео про Каир. Покажу вам сейчас наш новый отель. В принципе, относительно хорошо. Есть здесь, сказать. Крепкие двери. Я даже в душе вверху. Да, и там коврик, чтобы молиться. Большая кровать. Вот то, что радует. Хорошее белье, чистое. И большая кровать, широкая. Это прям хорошо. Есть розетки. Розетки, как обычные наши, европейские, так и есть треугольные. Почему я не взял вилку дубайскую? Блин, у меня там была хорошая вилка. Дома оставил. Есть тумбочка, телефон, большой шкаф и сейф. Вот что самое классное. Есть все-таки сейф большой для ноутбука. Может туда много всего поместиться. Шкаф, он, конечно, нет. Он не старый, на самом деле. Ему лет 20 всего, но выглядит он, конечно, как будто на барахолке в Париже его купили. Также и тумбочка выглядит богато. А, тут пароли набросаны от Wi-Fi. А здесь чисто. Пахнет деревом. Да. Комната достаточно просторная. Есть два вот таких богатых кресла. Стол тоже из советского прошлого. Пепельница. Здесь можно курить. Здесь, кстати, нет коронавируса. Все ходят без маски. Но, посмотрите, тем не менее. Они явно сегодня убирали. Въехать. Да. Пыль. Ну, пыль. Потому что у них пыль. Пыльно. Все в пыли. Кстати, мы опрометчиво открыли окно. Вид, кстати, вот такой у нас тут. Оттуда прям так тянет жаром. Ну, мы, наверное, все-таки сеточку закроем. Вот эту москитную. Раз. Потому что пыль через нее точно будет проходить слишком широко. Смотри. Я думаю, они тут ее никогда не протирали. Да нет. Если бы не протирали, было бы гораздо грязнее. Потому что все машины очень пыльные здесь. Вот мы едем, едем. А все машины прям пылища. Так, телевизор висит. Не знаю, что тут за канал еще. Большой холодильник достаточно. В Париже такие, не такие большие нам попадались холодильнички. Но если мы найдем магазин, то, может быть, что-то купим. Есть такой вот столик, чтобы краситься. И Руся тут будет, если у нее с собой косметика есть, будет что-то приводить себя в порядок. Вот, кстати, классная у нас подсветка. То есть я сейчас не в порядке. Ну, так говорят. Попудрить носик. Слушай, ты вот когда записываешь ролик, ты такой хрень несешь просто. Так говорят. И Руслан начал бы все приводить в порядок. Да, вот подсветка у нас такая, отличных тонов. Прям интересно. Можно как-то частями ее, наверное, выключать. Сейчас покажу. И проверю сам даже. А, это выключает. Слушай, похоже, какая-то вода из бака, да? Это выключает, выключает, выключает. О-о-о. Нет, вверх никак не было. Вот это круто. Так, сейчас мы найдем еще. Вот. В общем, такой интимный. Романтичный. Романтик прям прикольно можно делать. Ладно, сейчас я все включу обратно. Вот так. Засуну ее в шоколадку. Немножко не по-русски. Да, засунь. Есть чайник. То есть можно эту воду кипятить. Чайник на полтора литра. Две кружки чай. Это хорошо. Кондиционер есть. Пульт есть. Так. Ванная комната. Ну, свежо. В прошлом отеле было все не в пример как-то печальнее. Вы обязательно посмотрите на обзор прошлого нашего отеля. Здесь прям даже поцевильнее. Так. Ну, стоит эта нагревалка. Она включена. 64 градуса. В принципе, нормально. Перевязали бантиком туалет. Это значит, что он чистый. Туалетная бумага даже есть. Ну, потому что все-таки Африка. Здесь не все пользуются этими устройствами. Туалетной бумагой. Так. Шампунь. Шампунь, шампунь, шампунь. Ну, благо мы с собой привезли. Потому что здесь немножко непонятного наименования. Мыло. Так. Вода. Горячая есть. Холодная есть. Я говорю практически как Елена Летучая в программе Ревизоро. Ну, вот такой вот номер. По стоимости не скажу. Завтра узнаю. Вот скажу. Не помню, сколько он стоит. 220. 220 долларов или евро за неделю. Евро за 8 дней, по-моему. По-моему, так. Ну, то есть тут можно чемоданы разместить. И еще классное время провести. И есть где вот еду заказать. И ее тут есть на этом столике. Ну, все. Смотрим дальше. Не переключаемся. Тимофей добыл еду. Смотрите. В ночи Тимофей добыл еду. Какой-то сладкий буболех у тебя. Потому что тут, ты видел, вообще тут написано на их языке, в общем, написано. Так. А в ночи Тимофей смог добыть пиццу. Этот папа Джонс опять. Потому что мы его знаем с прошлого раза. Так. Ничего другого читаем. Little Italy. Hot and spicy. Трали-вали. Наливали. И у тебя получилось 1217. А ты видел, что у них еще какой-то процент за что-то берется? Может, за доставку. Вот, 190, а потом еще какие-то 26, получилось 217. Посмотрим, что мы тут заказали. Ой, какая симпатичная. А это что? Чтобы она не придавилась. Это чтобы не придавливалась коробкой. Да, тут все продумано. Красивенько. Ну, это же американская компания оригинале. Оригинале натуралочка. Это средний размер. Мы взяли. Решили не отрубить. Ты со своим ножом приехал? Да, я приехал со своим ножом. Штопор не пригодился в этой поездке. Класс. Это Little Italy и Hot and spicy. Я не видела в России, что такую горячую привозили. Еще вот перец нам дали. Ну, не знаю, зачем. Да, сладкий буболих. Ну, вот так вот. За неимением другого варианта нашли только эту еду в Каире. Ночь просто, у нас нет налички. Так что пришлось тут кручу-мучу на ресепшене мутить с деньгами, чтобы за наличку оформить доставку. Ну, мы справились. Потому что мы не поменяли деньги с тобой. Да, мы не поменяли. Ну, потому что ночь, мы устали. Потому что была очередь, и было все непонятно. Мы не пропагандируем пиццу. Ну, в принципе, так. В Каире мы опять едим пиццу. Да. Ну, по крайней мере... Порезал какой-то, конечно, косой человек. Да. Ладно, будем есть. Это уже сил, честно говоря, нет. Серьезно, смотри, как порезали странно. Да, вижу. Один большой кусок, один маленький. Вижу, хорошо есть нож. Это вот специально, типа, маленькие и русенькие отдай. Кстати, этот нож мы откуда-то тоже привезли. То ли из Стамбула, то ли из Европы. Вот, уже не вспомню. Мы везде где-то... А, где-то где в отелях мы живем. Там мы покупаем ножи. Хотели уже спокойно кушать и не обсуждать пиццу. Казалось бы, чего необычного. Но... Но тут случилось пепси, как в детстве в Анапе. Да. Предположил, что это вода из Нила. Ну, собственно, откуда она еще тут может быть? Достаточно вкусная пепси. Кстати, а пицца... Ируся говорит, что у нее интересное тесто. Она, получается... Абсолютно другое какое-то. Смотри, оно даже тут другое. Как бриошь даже, по-моему, мне кажется. Оно как вот другое. Смотри, оно даже все такое пухкое, как есть такой термин. Водишь? Да. Так что пицца достаточно вкусная. Единственная проблема была в том, что я заказывал ее сам с ресепшена. А парни говорят на английском. Ну, это такой арабский английский. И достаточно сложно было понять много нюансов. Но в итоге, в принципе, нормально. Несмотря на то, что чего-то там мы друг друга не допоняли. В заказе все оказалось поняли. И ровно то, что я заказал, то и доставили. Но вкусно, шикарно. Хлебушек поднимает аппетит, добавляет сил на ночь и настроение в основном. Но вкусно, действительно вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует. Продолжение следует...